МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аппаратное совещание прошло в областном Акимате. На повестке два вопроса. Первое – завершение уборочной кампании, которая стартовала в начале августа. Работу агропредприятию сильно замедлили проливные дожди. За последний месяц лета в регионе выпало 50 мм осадков, а затем столько же в сентябре. Это отрицательно повлияло на качество урожая. На сегодня уборочные работы зерновых и зернобобовых культур проведены на 93,2%. Валовый сбор составил 3,4 млн тонн при среднеобластной урожайности 10,8 центнера с гектара. Массичные убраны на площади 209,2 тысяч гектар или 30,5%. Валовый сбор составляет 147,7 тысяч тонн, урожайность 7,1 центнера с гектара. На сегодня лицензированными хлебоприемными предприятиями принято зерна с урожая текущего года в объеме 780 тысяч тонн. Удельный вес третьего класса составляет 58%. По данным профильного управления, высокая урожайность отмечается в Казалжарском, Мамлюцком, Акаинском и Есильском районах. В Олихановском, Акжарском, Таиншинском, Тмирязевском районах ситуация противоположная, так как там аграрии столкнулись с дефицитом влаги. Все это не отменяет обязательства предприятий перед продовольственной корпорацией. Традиционная госкомпания профинансировала местных аграриев перед пассивными работами в счет будущего урожая. Заменами письма отправлены на имя Жумангарина, Министерства сельских хозяйств и продкоопераций. В первую очередь мы просим ускорить внесение изменений в правил, в связи с изменением качества зерна. Второе, просим сделать замену культур и установить справедливую цену, которая будет соответствовать тем реальным закупам, которые на сегодняшний день есть. Я думаю, что к концу этой недели, на следующей неделе уже новые правила и закупочная цена будет установлена. Еще один важный вопрос, которому, по мнению главы региона, следует уделить особое внимание – обеспечение области семенным материалом. Предварительная потребность на следующий год сегодня в семенах составляет 475 тысяч тонн. Есть ли у нас риск, что мы с учетом влажности зерна, что мы не обеспечим семенным материалом наши хозяйственные субъекты? Даны рекомендации региона. Сдать на предварительный анализ для определения схожести энергии прорастания. Мы должны сохранить процент сортов на ныне, он по области составляет 9,5%. Мы имеем 32 семеноводческих хозяйства, 10 из них элитно-семеноводческие, и есть производители оригинальных семен, то есть 2 семеноводческих хозяйств. Помимо этого, на опытной станции руководитель здесь присутствует, есть семена, которые не были реализованы весной этого года. Поручение он уже получил, для того, чтобы эти семена в соседней области на реализацию не пошли. Весь внутренний семеноводческий потенциал области будет реализован, отметил Марат Тасмаганбетов. Плюс к этому он добавил, что ежегодные семена приобретаются за пределами страны. На совещании ГАУЕС Нурмухамбетов поручил руководителю управления сельского хозяйства до 1 декабря провести анализ парка сельхозтехники на предприятиях, а еще проверить наличие на их территории современных зернохранилищ. Хлебоприемные предприятия должны обеспечить качественное сохранение урожая этого года. Акимом районов глава региона поручил проконтролировать процесс заготовки кормов населением. Полицейские совместно с инспекторами транспортного контроля должны проследить за передвижением крупногабаритной техники в период завершения уборочной кампании. Далее участники совещания перешли к обсуждению пожарной безопасности в области. За последние три года зарегистрировано 2180 пожаров, погибло 138 человек. Общий ущерб составил 867 миллионов тенге. За 9 месяцев этого года погибло уже, к сожалению, 23 человека при 448 пожарах. Травмерно 19 людей. Эти факты говорят о том, что мы недорабатываем. Профилактическая работа проводится слабо. Акимы районов города бездействуют. Ерик Кемерханш, вот вопрос в связи с этим. По недопущению пожаров. Как вы выстраиваете работу в районах? Сейчас мы много работаем в социальных сетях, привлекаем средства массовой информации. Большой акцент делаем на работу с молодежью. Выезжаем из школы, детские сады и другие учебные заведения. Беседуем. В свою очередь воспитание играет большую роль. Важно, чтобы в семьях обсуждали правила пожарной безопасности. На совещании Акимобласти озвучил несколько серьезных проблем, связанных с пожарной безопасностью в районах. Нужно усилить работу добровольных пожарных формирований. Сформированность на сегодняшний день по Северо-Казахстанской области 478, в которых работают 1568 человек. Особую тревогу вызывает 182 населенных пунктов, в которых нет таких формирований. Значительная часть находится в Таиншинском – 56, Айртауском – 36, Казалжарском – 21, Жамбульском – 18 районов. Вызывает беспокойство обеспечения противопожарного водосомжения в области, где из 4906 гидрантов в нерабочем состоянии находится 1096. Такая проблема есть в районе Макжана-Жумабаева, Таиншинском, Казалжарском и Айртауском. Их главам предстоит в ближайшее время серьезно заняться вопросами пожарной безопасности в населенных пунктах, за которые они отвечают. В этом направлении очевидные проблемы в работе местных властей есть и в областном центре. Так, 7 мая 2023 года на открытой территории микрорайона Береке в результате большого пожара огнем уничтожено 11 жилых домов техника. Эту трагедию можно было избежать, так как в этом микрорайоне ежегодно горит камыш. Нужно было просто провести вовремя работы по скосу. В связи с этим Акима районов города Петропавловска обязаны взять на вопрос наличный контроль, провести точную работу с населением, обеспечить своевременный скос сухой травы и камыша. На совещании глава региона поднял вопрос пожарной безопасности в высоких новостройках областного центра. Совместно с ЧС провели несколько учений именно по эвакуации в период, при возможном пожаре на высотных зданиях. Плюс к тому, постоянно проводим обходы, действительно, именно пожарные выходы жителями, основные, которые через балконы проходят, завариваются. В домах, допустим, в 18 этагнах, там есть отдельные личностные площадки, марши при пожаре для эвакуации. Там более-менее ситуация. Проводим разъяснительную работу, встречаемся с людьми на постоянной основе. Новые здания, новые сооружения, новые объекты. Не только объекты многоквартирных жилых домов, но и объекты сегодня социального характера. Сейчас мы по поручению главы государства строим две комфортные школы, будем размещать еще дополнительные две комфортные школы, детские сады. На этих объектах надо все эти правила очень четко соблюдать и контролировать. Формальный подход недопустим, так как речь идет о безопасности граждан, заключила Кемобласти. Дарья Пашмынцева, Александр Янцен, МТРК. Завершается и строительство вот этого студенческого общежития на 244 места. Остались внутренние работы и благоустройство территории. А по соседству строят еще два студенческих дома по 600 мест в каждом. 90-й этаж, мы сейчас, это, последний. Ай, последний. Да. Кровля какая? Мягкая кровля, да. Понял. Облицовка тут будет витражи и композитная панель. Знача на следующий год. Да. Какой месяц? Август. 2300 студентов нуждаются в местах в общежитиях. И с каждым годом число иногородних студентов растет, говорят в УЗИ. Сейчас в университете знания получают учащиеся со всех областей Казахстана и 10 стран мира. Также Аким области проинспектировал ход строительства домов в микрорайоне Капай. В этом году уже один проект по инженерным системам начал реализовываться. На следующий год республика поддержит на продолжение развития инженерных систем. Это кредитные дома? Это кредитные. Сколько этажные? Кредитные. 9-ти. Все 9-ти этажные. Здесь планируют возвести 27 бюджетных домов и 2 коммерческих. На 6 площадках уже начато строительство. Помимо этого в микрорайоне Капая появится поликлиника, детский сад и школа на 600 мест в рамках нацпроекта «Комфортная школа». В актовом зале областного департамента экономических расследований прошла встреча с участием писателя, общественного деятеля Жана Акжанова и представителей местных исполнительных органов. Онлайн на мероприятии присутствовали специалисты районных акиматов. Встречу посвятили борьбе с финансовыми пирамидами. Большинство из них действует по отработанным схемам. Если вам предлагают внести денежные средства в сомнительный проект с высоким процентом доходности, более 20%, чем предлагают наши банки второго уровня, либо это какая-то офшорная организация, которая не зарегистрирована у нас на территории Республики Казахстан, не имеет лицензии у нашего финансового регулятора, это агентство по финансовому развитию и регулированию нашего рынка, также предлагает при внесении какой-либо энной суммы денежных средств привезти новых вкладчиков, друзей, коллег, которые также внесут данную денежную сумму, и после этого вы получите свою процентную доходность. Но в реальности человек остается ни с чем. Финансовые пирамиды успешно функционируют не только в Казахстане, но и за пределами нашей страны, отметил общественный деятель Жан Акжанов. Он предложил несколько способов борьбы с подобными незаконными организациями. Вам нужны блогеры, которые имеют сколько-то подписчиков, там многотысячные, для того, чтобы вы могли услышать, если где-то это распространяется через население, что где-то кто-то собирает деньги. Выделите на это финансирование. У вас есть хороший университет, как вы называете, организовать дискуссный клуб по дебатам. Сотрудники областного департамента экономических расследований на постоянной основе работают с молодежью. Проводят беседы в школах, а также в других учебных заведениях, чтобы парни и девушки знали о существовании финансовых пирамид. Дарья Пашмонцева, Ширния Сыманов, МТРК. Жертвами машинников, в том числе орудующих с использованием интернет-технологий, зачастую становятся пожилые люди. Именно на них в первую очередь ориентируют профилактику полицейские. На сегодняшний день интернет-мошенники – один из самых распространенных видов преступления. По территории первого отдела полиции зарегистрировано с начала года 77 мошенничеств с использованием интернет-ресурсов. Самыми частыми являются звонки от лжеб сотрудников банка. Напоминаем, что сотрудники банковских учреждений не звонят и не просят сообщить какие-либо. С начала года в области жертв местного сценария остались 182 человека. Всего в регионе зарегистрировано 516 интернет-мошенничеств. Несколько раз было, что мне звонили, что говорили, что у меня сестра там задолжала, и что из-за нее будут у меня наложены санкции. Данные встречи актуальны. Особенно я тут же сразу позвонила своим родителям, потому что до них тоже звонили эти же мошенники с такими же требованиями и с такими же угрозами. Но мои родители просто положили трубку. Главный совет полицейских – обязательно проверять по официальным каналам любую информацию, в свете которой от вас требуют деньги или совершение каких-либо финансовых операций, предупреждать об угрозах пожилых родственников. Также нельзя доверять кому-либо персональную информацию и совершать покупки через интернет, не убедившись в добросовестности продавца. Съемочная группа МТРК приняла участие в акции «Журналист в погонах». Ее провели сотрудники линейного отдела полиции на станции Петропавловск. Утром, как правило, прошла пересменка, где передали все случаи, которые были зафиксированы за ночь в стране. Глаза светлого цвета, был одет куртку темно-зеленого цвета, синие джинсы, головной убор черного цвета. В дежурной части осуществляется контроль за всей территорией вокзала. Установлено 119 камер видеонаблюдения. Встречаем поезда, смотрим. Охрана вообще есть в порядке, чтобы люди не перебегали через железнодорожные пути, чтобы все пассажиры, которые уезжают, без происшествий уехали. Ежедневно на вокзал прибывает порядка 12 транзитных и 8 пассажирских поездов. Линейные полицейские выходят на патрулирование по вагонам, от хвоста поезда до головы и обратно. Одна из задач охраны общественного порядка. Во время патрулирования полицейские зафиксировали правонарушения. Мужчина переходил через железнодорожные пути. К слову, с начала года таких фактов зарегистрировано более 900. В зале ожидания вокзала стражи порядка проводят беседы с пассажирами на тему безопасности на железнодорожном транспорте и раздают памятки «Берегись поезда». Железная дорога является зоной повышенной опасности. На железной дороге нужно вести себя максимально бдительно, потому что подвижность на состав поезда – это не автомобиль, он быстро не затормозит. Линейный отдел полиции на станции Петропавловск обслуживает 276 километров железной дороги. Из них 182 километра российской и 94 километра – Казахстан-Семржулы. Ежедневно на службу выходят 12 линейных полицейских. Они следят за порядком на вокзале, Мамлюцком и Булайском контрольно-пропускном постах в аэропорту. Вопросам профилактики уделяют особое внимание. С начала года здесь провели порядка 20 оперативно-профилактических мероприятий. В данное время на участке обслуживания линейного отдела полиции на станции Петропавловск проводятся два оперативно-профилактических мероприятия – это ОПМ Харасура и ОПМ Нелегал. Целью ОПМ Харасура является выявление преступлений и правонарушений в сфере оборудования наркотических средств, а ОПМ Нелегал – это выявление фактов незаконной миграции, а также недопущение преступлений и правонарушений со стороны иностранных граждан. С начала года линейные полицейские выявили более 1200 административных правонарушений, зафиксировали 9 случаев провоза наркотических средств и один случай гибели человека. Камила Карим Александр Янсен, МТРК Город Петропавловск. С 5 по 30 октября в теннисном центре состоится большая ярмарка Унты Якутии. Действует рассрочка 0%. Улица Жабаева, 82А. Вход с торца. Режим работы с 10 до 19 часов. Город Петропавловск. С 5 по 30 октября в теннисном центре состоится большая ярмарка меховых изделий. Действует рассрочка 0%. Улица Жабаева, 82А. Вход с торца. При покупке норковой шубы Унты из Якутии в подарок. Молодые, амбициозные и стремящиеся к знаниям. Такая молодежь может повлиять на качество жизни в нашей стране. В своем послании президент рассказал о проблемах в государстве, а также наметил пути их решения. Чтобы притворить идею в жизнь, нужны грамотные специалисты. Поэтому немало надежд возлагается на студентов. Мы с ним хотим на протяжении 20 минут поговорить именно о реформах, о поставленных задачах перед народом Казахстана. И послушать их мнения, их взгляды, на самом деле, что думают на сегодняшнюю молодежь. И больше всего, благодаря таким встречам, мы хотим внести вклад в трансформацию именно сознания молодежи. По мнению Салимхана Сабитова, наиболее важный вопрос, который касается студентов, поднятия заработных плат в стране и, соответственно, стипендии учащимся. Такая поддержка от государства должна заинтересовать молодежь. Зарина Байболова ознакомилась с посланием и обратила внимание на этот пункт. Меня заинтересовал тот пункт, что поднимает минимальную зарплату до 85 тысяч тенге. И поднимает и нашу стипендию. Теперь у нас стипендия состоит из 30 тысяч тенге. Самое главное – соблюдать законы, быть законопорядочным человеком, гражданом нашей республики Казахстана. И, конечно же, не пропускать послания, читать, интересоваться политикой, чтобы подготовиться к взрослой жизни. Студентам рассказали об изменениях в законах, которые вступили в силу с начала сентября. Сотрудники молодежного ресурсного центра акцентировали внимание на административных штрафах за распространение фейков и предупредили об уголовной ответственности за торговлю наркотиками. Анна Богословская, Шурнияс, Иманов, МТРК Учитель начальных классов школы и лицея Дарыни Екатерина Ибраева представляет династию педагогов с общим стажем работы в школе 647 лет. Любовь к детям главна в профессии, считает Екатерина Валерьевна. И это качество ей привила бабушка. Бабушка моя, Екатерина Федоровна, была учителем начальных классов. И именно она является основателем нашей педагогической династии. Потому что от нее потом пошли как веточки ее дети, которые тоже стали педагогами. Пять детей и пять педагогов. В школе лицея Дарыни Екатерина Ибраева работает 12 лет. Как и бабушка, она преподает в начальном звене. И с уверенностью заявляет, что может найти подход абсолютно к каждому ребенку. Еще моя бабушка говорила, и родители вторили ей, что каждый из детей – это индивидуальность. Каждому нужно найти свой ключик, чтобы ребенок загорелся, чтобы он захотел учиться, шел в школу с любовью, с желанием. И думаю, что у меня это получается. На уроках стараюсь применять самые различные методы, и игровые моменты, и работа в группах, и работа в парах, чтобы заинтересовать детей, чтобы они имели возможность поделиться своим опытом не только со мной, но и друг с другом. Каждый из учителей династии имел свои собственные методы преподавания, но все они разделяют общие ценности. Развивать учеников, помогать им реализовывать свой потенциал и готовить их к будущим вызовам. Мне часто задают вопрос, почему именно учителем, почему ни финансистом, ни экономистом, где профессия более денежная. Я вам скажу так, что прежде чем стать человеком любой профессии, нужно именно сначала обучиться в школе. И именно педагоги, учителя начальных классов, учителя среднего звена, предметники, дают толчок, дают возможность детям найти себя в дальнейшем. И именно от того, насколько мы сможем донести знания детям, зависит их будущая жизнь. Династия учителей, которую представляет Екатерина Ибраева, является вдохновляющим примером для всех преподавателей. Она демонстрирует, что образование – это не только работа, но и призвание. Это возможность помогать детям преодолевать любые трудности и достигать успеха. Мне очень нравится наш учитель, он красивый, иногда бывает строгий, но он правильный. Наш учитель дает знания, он может нас поддержать. Если мы что-то неправильно сделаем, он нам подскажет. У нас учитель очень справедливый, он никогда просто так не ругает, и если что-то с нами случится, он поможет. Валерия Сиваш, Вадим Мударисов, МТРК В рамках празднования Дня Учителя в областной библиотеке имени Сабита Муканова открыли художественную выставку. Это ежегодная отчетная презентация, посвященная творчеству и мастерству педагогов. Более 30 авторов представили свои работы. Пейзажи и натюрморты, работа из войлока и многое другое. Ежегодно мы участвуем в этой выставке, мы готовимся к ней. Каждый из моих коллег, мы ждем этот праздник. Каждый педагог, я думаю, ждет этот праздник. Именно в этой выставке есть возможность показать свое творчество. Каждый педагог в нашем коллективе работает сам по себе творчески, выражает свою индивидуальность, свое какое-то внутреннее состояние, наверное, в этих работах. И вы можете в каждом мазке, в каждом цвете можете увидеть и почувствовать то, что хотел показать художник. Каждый педагог. В начале третьей декады ожидаются небольшие заморозки от 0,5 мороза до 0,5 тепла. Но уже в середине декады температура снова пойдет на повышение от 2 до 7 тепла днем. Так как в конце месяца ночная температура будет опускаться до отрицательных значений, это может повлечь за собой образование гололеда на дорогах. Поэтому гражданам рекомендуется быть осторожными при передвижении, особенно в ночное время суток, так как температура может опуститься до 12 градусов со знаком минус. Количество осадков за месяц ожидается около нормы. Дождь ожидается в середине первой и второй декады. Осадки, дождь, снег ожидается в конце месяца. Туман вероятен в середине первой декады, в начале третьей декады. Гололед в конце третьей декады. Ветер 15-20 метров в секунду предполагается в середине первой декады, в начале и середине второй декады и в конце третьей декады. Мы спросили у горожан, какую погоду они ожидают в октябре. Сейчас замечательная погода, я думаю, что она нас еще порадует. Это самое прекрасное время года, когда все преображается. Зеленые, золотые, это очень радует глаз. И я думаю, что это все отражается в нашей душе. Ну и дальше, если погода будет немножко ухудшаться, лишь бы не ухудшалось наше настроение. Красота и лопота, побольше бы такой погоды и красотень была. Вообще замечательная погода, как никогда, потому что такого октября уже очень давно не помним. И принято говорить в народе «бабье лето». Так вот в этом году нам небо послало такое «бабье лето». Ну значит, мы женщины довольно-таки неплохие, раз нам так продлили теплую, хорошую погоду. А вообще у природы нет плохой погоды. Мы радуемся и солнечным дням, и дождливым дням. И выпадет снег, мы тоже будем рады. Известно, что самая высокая температура в Петропавловске была зафиксирована 5 октября 2018 года. Тогда она была около 26 градусов тепла, а самая низкая в 1940 году – 25 градусов мороза. Валерия Сиваж, Шарнияс Иманов, МТРК. Продолжение следует. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok